Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель!» И в студии Светлана Князева и Александр Гамоля. У каждого из нас есть профессия, основной род занятий. Именно он во многом определяет наш образ жизни. И как замечательно, когда у человека есть возможность выбрать профессию не по необходимости, а по зову души. Профессии бывают разные. Сложные, популярные, непопулярные, привычные, важные, редкие и, конечно же, интересные. И сегодня в студии программы «Добрый вечер, Гомель!» мы встретимся со счастливыми людьми, которые занимаются тем, от чего получают огромное удовольствие. Итак, тема нашей программы «Редкие, необычные профессии» и мы с удовольствием представляем вам наших гостей. Вячеслав Петрусевич, огранщик «Калмазов-бриллианты» в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель!» А также я рада представить вам, дорогие телезрители, нашу гостью. Это человек, который продолжает дело Паши Ангелиной, первая женщина-механизатора, рискнувшая в начале 20 века в патриархальной русской деревне заняться неженской работой. Это тракторист-механизатор Лариса Михайловна Филипченко. Добрый вечер, Лариса Михайловна. Добрый вечер, уважаемый гости. Добрый вечер. Вячеслав Геннадьевич, начнем, пожалуй, с вас. Каково это быть огранщиком «Алмазов-бриллианты»? Ведь профессия требует скрупулезности, точности. Как вы начинали и сколько лет уже работаете? Ну, огранщиком я работаю 20 лет уже. На завод я пришел в 97-м году, фактически после армии. А где учились в таком ремеслу «Огранщик-алмазов»? Учился я на производстве. Само училище я заканчивал на контрольно-измерительные приборы и автоматика. Ну, так получилось, что, попав на завод, мне понравилось там работать. Мне нравится ковыряться, скрупулезность. Это ваше? Да, это мое. Но вы осознаете, что вы работаете с очень дорогостоящим материалом, да? И если вдруг что-то пошло не так, вдруг камушек куда-то закатился, то платить-то надо со своего карманчика придется. Да, поначалу было очень страшно. Потом привык и понимаю, что в любом случае камень ты находишь. Что самое сложное в этой профессии? Терпение. И наверняка мало у кого оно есть, да? Вот именно для этой специальности. Ну да, эту профессию любить надо. Это прежде всего. Конечно, и усидчивость, и скрупулезность, которые вы говорите. Усидчивость должна быть, да, очень сильная. Людям присуща. Да, да. Я знаю, что у бриллианта, ну классического бриллианта, классического камушка 57 граней, да? Фацетов. Сколько? Фацетов. Фацетов. Это значит, вот каждую, вот вы все это вымеряете, это же тоже нужно уметь, и грань, чтобы не переточить, правильно? Чтобы ни больше, ни меньше, иначе это уже потеря, собственно говоря, ценности камня. Я же работаю все время с лупой, поэтому, ну и здесь, естественно, зрение напрягается. Ну, за 20 лет работы у меня зрение не упало. Это что-то тоже невероятное, 20 лет работы, такое внимание, такое напряжение зрения. Да, я пришел на кристалл, у меня зрение было единица, и запас где-то 1,0. И у меня как было, ну запас, может быть, немного ушел, но единица как была, так и осталась. Вячеслав Геннадьевич, говорят, что алмазы как люди, у каждого есть свой характер. А были такие камешки, которые все-таки не поддались вашей руке? Как таковых камней таких не было, но были отдельные фацеты, которые, ну, не хотят идти. И что? Приходилось переворачивать, разворачивать камень, гранить по-новому. Ну, в итоге справлялись. А если вдруг так получилось, что вы срезали больше, чем надо, что это можно как-то... Такое тоже случалось. Ну, что делать? И человеческий фактор присутствует. Ну, опять же-таки, оборудование, если стоит камень на подшлифовке, бывает где-то контакт не сработал, чуть больше запилилась. Но гранщик всегда контролирует, если видно, что грань долго пилится, а никакой сработки нет. Поэтому поднимаешь камень, смотришь, если запилило, ну, тогда уже идешь к технологу, фиксируешь это и вызываешь там слесаря, который контролирует работу оборудования, и он уже налаживает его. Через ваши руки проходят, ну, за смену десятки тысяч долларов. Вы это осознаете, это как-то вот держится в голове? Бывало не десятки, бывало сотни тысяч проходило. Ну, самый крупный камень, который я гранил, это был радиант, на выходе он был 21 карат. Вячеслав Геннадьевич, а у вас в собственности есть эти красивые камешки? Или вы, как говорят, сапожник без сапог? Нет, я сапожник без сапог. Ну, у моей жены есть в изделии. Хотелось спросить, да, у вас сапоги? Ну, я где-то слышал, что по истечению срока службы, вроде бы, как раз-таки на вашем предприятии вручается значок, где может быть камушек или нет. Ну, такого не было. У нас в этом году нам дали памятные сувениры в виде серебряной лопатки с изображением кристалла. А почему именно лопатка? Ну, видимо, что-то грести. Грести в бриллианты. Отлично. Вячеслав Геннадьевич, а почему именно 57? Если поставить больше, ну, на более крупных камнях, конечно, можно больше поставить. Я думаю, что это самое оптимальное количество граней, при котором камень раскрывает свою игру. Сейчас вот это оптимальное количество граней определяет, ну, специальная программа, да? То есть считается, значит, что можно максимум извлечь из этого камня. А раньше как проходил процесс вот именно огранки? Раньше все это было намного тяжелее. И технологи работали все вручную, готовый камень высчитывался по формуле. Тяжело было. И разметчики, и все вручную. Сейчас все это компьютеризировано. А какие характеристики камня определяют его дальнейшую ценность? Цвет и дефектность. Чем меньше дефектности, и чем светлее камень, тем он дороже. А что подразумевается под дефектностью? Это какие-то включения. Где-то трещинка, где-то граффити, где-то пузырек сидит внутри. Но опять же таки цвет. Желтый, коричневый, там, желтее. Есть фантазийные цвета, которые увеличивают уже саму стоимость из-за цвета. Фантазийные цвета, там, желтые, голубые, тот же самый черный принц. Вот он тоже фантазийный. Такое название, почему такое название, фантазийные? Ну, есть фантазийная форма огранки. Это отличная от классической. То есть овальная, это груши, маркизы, овалы. Есть нарезная там квадратная, принцессы, радианты, изумруды. Ну, все-таки ваша профессия, ее можно, хоть у вас, вы не один на заводе работаете, но она все равно редкая и очень необычная. Сколько нужно учиться вот этой профессии? Сколько нужно учиться? Ну, срок обучения у нас проходит полгода. Полгода. А вот на практике вот все-таки мастерство, оно же сразу не появляется? Нужно как-то его нарастить? Нет, надо еще пару лет поработать, чтобы ты знал, что именно конкретно делать с камнем. То есть сразу не допускают, вот ты получил, вот в руках есть эта профессия, но в практике не допускают? Нет, сразу, сразу, да. Все, все на деле. И сразу сердце бьется, грани эти точишь? Ну, да, да. Было такое. Я к чему подводила вопрос? Хотела сказать, что редкая профессия сейчас во сколько огранщиков на заводе работает? Порядка 150. А раньше, когда вот в полную мощность завод? Около 2000 было. Около 2000. Какая разница? Да, ну это когда полностью работал старый завод «Кристалл». Ну, тогда было, да. Я знаю, что есть и мистическая ваша профессия, то есть алмазы, ну, наверное, уже потом, впоследствии бриллианты, после того, как ваши руки к ним коснутся, имеют свойство исчезать, испаяться. Что ты такой придумал? За что потом огранщикам приходится из своего кармана даже платить иногда и испытывать неудобства? Да. Так ли это? Такое присутствует у нас. Ну, исчезать – это самая обыкновенная утеря. Это может выстрелить и при обработке из кристалла может выстрелить, может выпасть просто руки потные, вспотел, жарко очень, может выстрелить из руки, из пинцета может выскочить. Ну, как правило, все камни находятся. У вас такие случаи были? Один случай был. За 20 лет у меня был всего лишь один случай. Они такие маленькие, как их найти? Ладно, металл, металлоискателем, хотя и они еще запущены. А вот камешек выскочил. Ну, камушек был где-то порядка 10 соток на выходе. Ну, для меня это было немножко ощутимо. То есть вы его не нашли, так понимаю? Нет. Я его два дня искал. Результатно. А нет каких-то специальных приборов, которые позволяют в помещении вот такие утерянные камни отыскать? Ну, как правило, таких специальных приборов нету. Ну, у нас пол, он покрашен специально зеленым цветом. На этом цвете очень хорошо виден блеск камня. Он, как правило, всегда блестит. И светом лампа, сначала лампа, ищешь его, как правило, находишь. Но если не находишь, тогда берешь пылесос. На производстве есть пылесос, ну, тогда уже точно найдешь. Вячеслав Геннадьевич, ну, такая напряженная у вас работа. Наверное, хочется уже после работы как-то отдохнуть, расслабиться. Как вы любите это делать? Как отдыхают ограничники бриллиантов? Каждый по-разному. Я отдыхаю на рыбалке. Провожу с сыном, с семьей время. Самый ваш большой улов, можно сказать? Ну, самый большой улов, это у меня был, если брать по штучному, я поймал веща на 2 килограмма. Вячеслав Геннадьевич, а без чего вот в вашей профессии, ну, никак нельзя? И настоящий мастер-огранщик не получится? Ну, я уже говорил, без терпения ограничником ты не станешь. Вы чувствуете? Потому что работа действительно очень скрупулезная, усидчивая. Вот, все время сидишь, и очень часто что-то не получается. Начинаешь нервничать, переживать. И вот надо вот набраться терпения, чтобы все это выдержать. Я знаю большое количество людей, которые, ну, вот, попробовали себя в этой профессии, и у них не пошло, не получилось. Вот, и редкий специалист, вот, работает столько, сколько Вячеслав Геннадьевич, 20 лет. Ну, достойный просто аплодисментов. Много у кого не получается это. Опять же таки, это терпение. У кого-то терпения не хватает. У кого-то, возможно, не пошла огранка. Ну, вот, вроде бы, гранит умеет, все получается, а скорость не может набрать. Бывает и такое. Ну, для таких людей у нас, особенно, когда человек пришел на производство и отучился полгода, вот, для них у нас сделана, значит, такая система на протяжении двух лет для того, чтобы он набрал качество, скорость себе. Ему дается коэффициент. То есть, надбавка к его зарплате. Ему доплачивают, он, наверное, со временем этот коэффициент падает, а скорость у него растет. Ну, вот, у кого-то не идет, у кого-то скорость не идет, те, конечно, уходят. А у кого... А сколько в смену проходит, ну, вот, камушков через ваши руки? Какое количество? Либо один камушек нужно... Ну, не так много, я вам скажу, что, вот, если брать средний вес, там, диаметром 4 миллиметра, получается, где-то порядка 10 камней. Ну что ж, самое время, я думаю, Саша, уже подключить к разговору Ларису Михайловну. С удовольствием. Лариса Михайловна, расскажите, как в свое время, когда это произошло, вы вот выбрали такую необычную для женщины профессию? Как это случилось? Как бы женщин, как бы мужчин-механизаторов их много, да? То есть, ну, а вот женщин в этой профессии, ну, это большая редкость. Да, и у нас в области считанные вот люди, да? Может быть, 3, максимум 4 женщины. Я, кстати, вот хочу до того, как начать с вами беседовать, сказать вам, что совсем недавно буквально вот-вот познакомилась с вашей коллегой. Может быть, вы ее знаете. Это Елена Викторовна Волкова. Она работает трактористом в Сутково-Хоникского района. Ее трудовой стаж составляет 23 года. Тракториста мечтала быть всегда. И поэтому, когда собралась поступать в училище, ее мама не стала противиться тому, что дочь выбрала не женскую профессию. Елена Волкова счастлива на своей работе. С большим вниманием она относится к своему кормильцу МТЗ-82. В трудовом коллективе ее ценят и уважают, и всегда поручают самую ответственную работу. По итогам работы в 2015 году Елена Волкова решением Гомельского облсполкома призвана Человеком года в номинации «Открытие». Лариса Михайловна, ну а вы счастливы вот в своей профессии? Ну да, я в своей профессии счастлива, люблю свою профессию. Ну ведь она такая тяжелая, это профессия, это для женщины трактор водитель. Нет, просто, ну сейчас большинство, что и водить, и машин тоже не тяжко, и трактор это и самое не тяжко. Ну ладно, дело машину, просто сесть в дороге. Это вам уже сейчас не тяжко, сколько вы работаете в этой профессии? Ну я работаю с 2000 года на тракторе уже. В 2000 получила удостоверение тракториста третьего класса. Работала на Беларусу в 82 с культиватором. Ну вот тяга к технике у вас с детства, насколько нам известно. Да, у меня с детства тяга. Кто привил эту тягу к технике? У меня отец работал комбайнером, трактористом. Я с детства с ним каталась. Вы все лето, наверное, с папой на комбайне? Да, и вот еще лето я с отцом любила кататься. Мне интересно было. Ну так и пошла тяга к технике. Я что разбираю, я рядом наблюдала, интересовалась. Как что там разобрать, интересно было и самой покрутить. Двигатель разбирали с папой? Да, разбирали на комбайне. Я работал комбайнером, я помощником на НИВИ. У нас был застучал двигатель, мы сами перебирали. Нам привозили запчасти, мы сами перебирали двигатель. А вот интерес к женским видам занятий, к рукоделью, к вышивке. Мы знаем, что не мое. К руки шитье. Кстати, да, я знаю, Саша, этот случай. Лариса Михайловна любила, вернее, не то, что любила, делала так со школьных уроков труда, там, где нужно заниматься, было как раз шитьем, рукоделем сбегали. Правда это, да? Да, да. Мне это не моя профессия, не лишала душа к этой профессии. Мне все, как говорится, жалезки. А что же вам на уроках труда ставили, какие оценки? Ну, ставили так и... Для галочки, да? Да. Что присутствовало, да и все. Лариса Михайловна просто присутствовала на уроках труда в группе мальчиков. В мастерниках, да, да. Я думаю, что она там находила себе работу. Нет, у нас отдельно была группа, что я девушка, а мальчику отдельно. Но вы именно вот права... Сейчас я знаю, что вы не только трактор водите, да? Да, Лариса Михайловна закончила колледж, да, гранаттехнический колледж. И вот все нам... Лариса Михайловна расскажет. Расскажите, Лариса Михайловна, как вам училась среди... Вы была, по-моему, вы были одной девочкой в группе мальчиков. Да. Нас было 35 человек в группе, я 35-я. Училась я нормально, старалась получить удостоверение, чтобы работать на тракторе. Как, вот, училась? Занятия не пропускала. Училась нормально. Ну, вот, другие уроки были тяжковатые, там, как, подались. Ну, так, старалась учиться, сдала экзамен с первого раза. А вождение как вам? Там же практическое занятие, надо же даже запустить этот механизм. Ну, если знала, я, говорится, с отцом работала, знала, где что, как, почем, где передача переключается, где гидравлика еще. Не удивлялись мастера, что пришла девушка на эту специальность? Удивлялись, многие удивляются, многие встречают, так вот, почуют тракториста, удивляются, как-то так, тракторист. Я считаю, тут удивительно, не маничуга. Лариса Михайловна, а как вам вот училась и работаете сейчас в мужском коллективе? Я, если вам сказать, работает мне нормально, и училась я нормально, меня никто не обижает, поддерживает в другой раз, старается где-то что-то, и сломается, так, помочь, если надо, там, помощь. Ну, один не сможешь, там, или колесо пробью, разбортировать, заклеить, собрать, так и помогают. Да, с Еленой Викторовной Волковой тоже разговаривала, так она говорит, что очень хорошо, она очень довольна, говорит, даже лучше, чем в женском коллективе, ей нравится работать. И всегда помогут, и поговорить с ними можно, она тоже такая с юмором женщина. Да, вы тоже, я вижу, очень общительная. Да, общительная. Лариса Михайловна, ну, ну, а вот первый свой выезд в поле, в качестве, когда вот вы уже устроились работать тактаристом-механизатором, помните, легко ли удалось в это испытание первое? Не, ну, я первый день выезда была на Белорусу 82-ке с культиватором. После пахоты надо было покультивировать поле, так, ну, после пахоты, иначе, тяжковато было, то, что надо диагональ. По диагонали, по вертикали. То есть ровным не получилось поле, немного. Да, получилось, и, как говорится, волной пошло. Да, ровно не получалось. Ну, а сейчас-то, наверное, уже все это... Ну, уже за 16 лет уже все как по маслу. Сейчас все ровненько как по иголочке. Да. Сейчас, дети, у нас заготовка кормов, участвую на заготовке кормов. Ну, я с Пимом, на другом уже тракторе, 12-21. Тракторе отлучилось на второй класс, категорию на него получила. Далее другий трактор. Работала я и на хозяине, скот кормила, раздатчики. На этом работала, 9-21 тракторе маленький. В общем, вы уже прошли все, что можно, любые виды транспорта. А полихачить, полихачить на тракторе любите? Да. Любим. Ай-яй-яй, не ругаются за это. Почему не ругают, наоборот? Директор у нас был Рафик, так он ругался за большую скорость. То, что я на ферму ехала, а он и ехал пироди. Ну, он тихонько, я его догнала на тракторе. Ну, за ним тихонько. Ну, он ругался, что, типа, быстро езжу по ферме. Ну, вас это не останавливает, да? Наверное, именно поэтому... Ну, люблю я скорость. Так вот, именно поэтому вам дали и прозвище, ваши коллеги, да, на ООО «Гомельская птицефабрика»? Какое прозвище? Шумахер. В юбке причем, да? Ну, в юбке... Юбок у меня нема. Сейчас в моей работе, в юбке работать это... Ну, конечно. Ну, в юбке на трактор не полезешь. Ну, конечно. Там, я говорю, и то, и то крутится, где-то что-то. Там надо специально штаны, чтобы... Не, не всякого сомнения, конечно. Лариса Михайловна, ну, вот в личном пользовании у вас же есть какой-то транспорт, да? Кроме вашего вот рабочего... У меня машина джета, хоть своя джета. Сама делаю. И детство сломается. Вот тоже, как училась на тракторе, я отучилась и на машину. Сразу училась и на тракториста, и на шофера получила водительские права. Ну да, это, наверное, даже когда нет мечта, чтобы вот своя была машина. Да, было, мне мечта выучиться, чтобы получить удостоверение, а тогда купить машину. Куда ездите на вашем личном автомобиле? Ну, покуда сейчас и нема, так, время ездить. Езжу, покуда на работу. Ну, сейчас нема, так, за только кормов. Ну, в другой раз я поднимаюсь утром и ночью, подготовку, ну, подкормку с коровками возьмем. Так, надо у четыре уезжать с гаража на поле, чтобы накачивать. Так, утром поднимаемся, едем на подкормку, накачиваем, тогда приезжаем, заправляемся и едем на поле. Вот они, тружники, самые настоящие. И ложитесь же вы поздно, потому что до поздно работаете до поздно. Ну, бывает и поздно, ляжем, в другой раз и приходишь, и устал, уж и ни хода, ни чого. Да. Знаете, Елена Волкова, она еще гоняет, у нее есть спортивный мотоцикл. У меня тоже был мотоцикл в Минске. Ездила и на Минске мы гоняла, у себя у дяре они. У отца был в Минске, тогда он мне достался. Ну, времени у вас, конечно, свободного не так много. Ну, в основном, наверное, зимой, да? Да, зимой время, а сейчас только кормовые дети, уборочные, это сейчас время. Да, это все понятно. Но чем любите заниматься вы в свободное время от работы? Ну, сейчас так, в свободное время от работы, я практически... Придешь до дома, помыешься, пояси, уже не макали, куда-то что-то... Как потом уже в три вставать, а куда? Много времени. Ну, в другие разы меняются, других на подкормку отправляются. Уже я, уже иду к самим часам. Ну, а в отпуске вы как отдыхаете? Ну, в отпуске по-разному отдыхаем. В парк можем съездить, куда желание... Да, выбраться, погулять. Вот так. Ну, наверняка, ваши соседи, раз вы так хорошо разбираетесь в технике, наверное, нет-нет, да и случится такое, что попросят о помощи там двигатели. Ну, бывают, у нас был сосед, у него легковая машина, так он всегда просил мне помыть, что я мой сделать. Вот так. Вот это тот редкий случай, когда женщина помогает мужчине с ремонтом автомобиля, а не наоборот. Я говорю, удивительно, ничего. Ну, вы знаете, сейчас же многие женщины уводят авто, как бы с удовольствием, нравится, но, наверное, не каждый заставит под капот, да, где аккумулятор. Забраться. А у вас, наверное, каждый день руки в мазуте. По сути по всему, это нравится? Да. Ничего в этом такого... Работа есть работа. За что вы любите свою профессию? Ну, як за что? Як вам сказать? За что профессию можно любить? Что она мне поддаётся? Да, стараемся. Что вы можете себя реализовать в этой профессии, правда? Да. Чтобы заслужить какое-то и поощрение, кстати говоря. Кстати говоря. В 2004 году, расскажите, пожалуйста, Лариса Михайловна, вы от самого нашего главы государства, Александра Лукашенко, получили подарок, дорогостоящий за свой труд. Это? Трактор «Беларусь-82». Расскажите, как проходила церемония награждения? Ну, церемония награждения. Мы приехали туда 8 часов, это было в Минске. Мы ездили, меня руководитель возил на машине. Это тогда собирали, наверное, всех со всей страны женщин. Да, со всей страны. Несколько десятков было, по-моему, уже. Да, было у нас там 35, да, где-то 35 человек. Уважаемые гости, Вячеслав Геннадьевич, Лариса Михайловна, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы к нам пришли. Мы хотим поблагодарить вас за ваш труд. Спасибо вам. Желаем вам крепкого здоровья и успехов. Желаем вам успехов, успехов в вашей профессии, новых открытий, новых начинаний. И пусть сюда вам сопутствует удача. Спасибо. Это программа «Добрый вечер, Гомели». Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о редких и необычных профессиях. И прежде чем представить наших следующих гостей, мы хотим, Саше, представить вам подборку редких и необычных профессий. Итак, первая профессия – это тайный покупатель. Тайные покупатели необходимы компаниям, чтобы оценить уровень работы персонала. К их помощи прибегают супермаркеты, бары, рестораны, фитнес-центры, салоны, крупные торговые центры. Работа тайного покупателя заключается в том, чтобы в ходе посещения заведения или покупки товара в магазине наиболее подробно и объективно оценить работу персонала и атмосферу в зале. Торговец мечтами. Одна из чекахских компаний занимается воплощением в жизнь идей и мечтаний, пожеланий своих клиентов самых-самых разных. Все, что надо – это прийти в офис, рассказать, о чем вы мечтаете, и заплатить сумму, за которую сотрудники компании воплотят в жизнь самые смелые желания. Дойер гремучих змей – это одна из самых редких профессий. Этот человек добывает яд из змей для медицинских целей. Впоследствии из добытого яда делается противоядие. Слушатель пармезана. Знаете ли вы, что такое абсолютный слух? В Италии, например, это умение точно исполнить песню на сыре пармезан. На фабриках, где его производят, работают люди с музыкальным образованием. Они стучат серебряным молоточком по головкам сыра, чтобы определить, дозрел ли он. А дозревает он три года, ежедневно выдавая новые ноты. Чем дальше идешь, тем звонче пармезан. Гондольер. В мире всего одна женщина – гондольер, то есть гребец на гондоле. Это традиционная венецианская грибная лодка. Женщина работает в Венеции. Для обладения данной профессией, которая считается только мужской, венецианка прошла шестимесячную подготовку и сдала экзамены. Ну что ж, уважаемые телезрители, сегодня мы приглашаем в студию людей, которые занимаются необычным трудом, являются профессионалами в своем деле. Очередные наши гости – это люди, без которых вряд ли бы состоялось какое-то расследование, восторжествовала бы справедливость, и соблюдение, выполнение закона тоже вряд ли было бы возможным. Абсолютно верно. Судмедэксперт, начальник управления лабораторных исследований и управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области Наталья Селюкова в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». А также главный эксперт баллистических экспертиз того же ведомства Алексей Игнатенко. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Мельчевна, расскажите, пожалуйста, в чем заключается Ваша профессия? Вот она довольно редкая. Что приходится ежедневно, какую работу выполнять и над чем работать? Вы знаете, действительно, людей с профессии судебно-медицинского эксперта в нашей стране достаточно мало. И их специфику работы, в общем-то, наши граждане более-менее знают. Но мало из них знают о том, что среди наших коллег есть та небольшая часть экспертов, которая занимается лабораторными исследованиями вещественных доказательств биологического характера. У нас, собственно, так и называется управление, которое я имею честь вас клавить. Наши эксперты занимаются проведением четырех видов судебных экспертиз. Это биологическая экспертиза, генетическая экспертиза, гистологическая экспертиза и химическая. Если чуть подробнее о каждом виде, то, скажем, например, наши химики занимаются всевозможными отравлениями, то есть поиском отравляющих веществ. И причем объектами исследования не обязательно должны являться объекты биологического происхождения. Достаточно часто нам доставляют на исследование, скажем так, самодельные алкогольные напитки на предмет обнаружения суррогатов этилового алкоголя в них. То есть любой гражданин по своему желанию, в том числе, может обратиться к нам за тем, чтобы провести подобного вида экспертизу. Это касаться будет также крепости определения алкогольных напитков и так далее. Что касается гистологии, то наши эксперты, рассматривая препараты тканей через микроскоп, могут определенно ответить, какими заболеваниями страдает пациент. Переходя к биологическим и генетическим видам исследований, могу сказать, что наиболее широкий спектр охватывают эти виды исследований, поскольку, кроме биологических объектов, они исследуют любое вещественное доказательство, которое доставлено нам с места происшествия. Это могут быть и предметы быта, обстановки, одежды, всего, чего, собственно, можно только представить, и все, что обнаружено, и все, что интересует следователя. Ну, что могу сказать, наши биологи занимаются поиском на этих предметах, поиском веществ, которые бы представляли какую-то информацию и имели доказательную, саму собой, базу для следствия. Следователи интересуют, будет ли какой-то биологическая составляющая на этом объекте исследования. Вот вы такая вот конченная женщина. Почему вы выбрали именно эту профессию? Ножи, топоры, но вот все равно это достаточно нужно обладать определенным состоянием психики, чтобы все-таки профессии выдержать, и не всегда же приходится. И где-то мужскими, наверное, качествами характера, я думаю, еще тоже узнать. В свое время, когда я училась в медицинском институте, у нас были замечательные преподаватели, которые настолько интересно подавали свой предмет, предмет судебной медицины, который меня очень заинтересовал. И с тех пор, я, наверное, еще после четвертого курса, я сделала вывод для себя, что мне все-таки стоит свою жизнь связать именно с этой частью медицины. Тем более, что польза, которую мы приносим для страны, для людей, ее трудно переоценить. Это так. Я думаю, все со мной согласны. Да, конечно. Справедливость должна выстрелить в любом случае. И вы помогаете ее. Да, мы очень стараемся. Конечно, мы помогаем не только следствиям, а также любому гражданину, который может обратиться к нам. Вот мы, наверное, плавно подошли к генетическим методам исследования, поскольку молекулярные... Они сейчас, наверное, очень распространены в нашем мире. Да, да, абсолютно верно. Молекулярная генетика развивалась семимильными шагами. И на сегодняшний день мы эти достижения внедрили в свою практическую деятельность. В частности, генетические экспертизы, идентификации личности и определения родства. Ну, идентификация личности, это достаточно, я думаю, ясно. Да, тот же предмет, да, так как мы заговорили с вами про ножи, на том же ноже мы можем обнаружить следы биологического происхождения и потом передаем генетикам, чтобы они выяснили, ответили четко на вопрос, кому конкретно, скажем так, подозреваемому, либо жертве, или еще кому-то принадлежит этот биологический объект. Что касается экспертиз родства, это экспертиза отцовства. Установление отцовства и материнства. Материнство, конечно, достаточно редкий экспертиз. Но у вас был такой случай, по-моему, да, когда? Да, 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 за последние... Даже такое. Да, да. Ладно, отец, а мать, отец. Да, матери, к сожалению, бывают разные. Но одно время, я напомню, было очень, наверное, популярно, модно проводить роду на дому по разным причинам, не будем углубляться. И после этого матерям нужно было, конечно, доказать свое родство, чтобы оформить документы на ребенка. Сами себе проблемы. Совершенно верно. Созревают мамочки. Да, мы очень быстро им помогаем в этом деле. Стоит только обратиться. Пожалуйста. Мы всех таких матерей ждем. И не только, а также отцов, которые уверены, не уверены. Ну, опять же, по разным причинам. У каждого причина явки своя. Мы никому не отказываем. Пожалуйста, будем рады всем. Алексей Петрович, расскажите, вот вы баллист, так? И, насколько мне известно, потомственный представитель этой профессии. Почему именно эту профессию вы выбрали? И в чем она заключается? Ну, тут это мой выбор осознанный был, потому что я сын криминалиста, который свою жизнь посвятил тоже криминалистике. Он более 30 лет проработал отец милиции в должности. Прошел путь от должности обычного эксперта до заместительного начальника эксперта криминалистического центра. Дослужился до полковника. Ну, и смотря на это с детства, он как бы брал меня и на себе на работу. Это было для меня интересно. И после окончания школы, как бы я осознанно уже шел, поступал в академию. И не на следователя или там оперуполномоченного, а конкретно шел на эксперта-криминалиста. Что вас тогда привлекло в профессии криминалиста? Какие моменты? Это очень интересная профессия. Тут столько всяких направлений. Баллистика – это моя специализация. Кроме этого, у меня есть допуски по семи основным криминалистическим направлениям. Я получил это в Академии на следственном экспертном факультете. Это допуска на самостоятельное производство экспертиз. Я пишу почерковические экспертизы, технические экспертизы документов, портретные, дактилоскопические, тросологические. То есть это каждое отдельное направление, это целые науки. И если… Ну, это очень интересно. Множество объектов. Конкретно баллистическая экспертиза, что касается, если перейти. Да, чтобы наши телезрители понимали, что это за вид экспертизы и с чем вы работаете. Баллистическая экспертиза и объекты баллистической экспертизы – это начиная от патронов и заканчивая самодельным магнестрельным оружием. То есть это пистолеты, автоматы, пулеметы – это все наши объекты. То есть мальчишка, еще несовершеннолетний мальчишка мог вполне этим легко заинтересоваться. Конечно. Все мальчики интересуются этим. И я думаю, всем мужчинам даже тоже интересно оружие. И каждый день с этим сталкиваться, каждый день разбирать, собирать и стрелять из этого оружия – это очень интересно. И объектов одинаковых практически нет. Даже если это одной модели оружия, все равно там что-то свое. То есть у каждого оружия есть свой какой-то почерк. Конечно, да. В общем, человек универсал и очень тонкий психолог, я думаю, правда? В чем заключается вообще исследование баллиста? Ну, у нас, можно сказать, на несколько групп разбить наши объекты баллистические, которые к нам поступают на сегодняшний день. Допустим, первое – это мы проводим исследования баллистические на платной основе. У нас есть в нашем городе такие клубы реконструкторов. То есть мы их видим на дне города, на освобождение города от немецко-фашистских захватчиков на дне. Потом на дне победы – это люди, которые одевают советскую форму и форму немецко-фашистских захватчиков. Они все с оружием, они устраивают представление централизованное, они ходят по главным улицам. И все то оружие, которое у них, оно проходит через нас. То есть мы для них пишем заключение о том, что оружие у них все настоящее, но оно приведено в негодность. Поэтому все оно проходит через нас, мы даем заключение о том, что из этого оружия, которое они носят у себя на плечах, в колборах и так далее, оно безопасно для людей окружающих и не является... Никто не пострадает. Да, никто не пострадает и как бы оно приведено в негодность. Это вот одна группа. Вторую группу можно выделить. Несмотря на то, что с окончания Второй мировой войны прошло много времени, в наших недрах земли очень много находится до сих пор и патронов, и огнестрельного оружия, и люди, которые специально копают, достают его из земли. Некоторые случайно натыкаются и на патроны, и на это оружие. И все, оно идет, то, что сдается в милицию, и все проходит через наш комитет, через нас, через наш отдел, и мы пишем по всему заключению. А поступали какие-то к вам наиболее редкие экземпляры оружия? Может быть, пример приведете? Или боеприпасов? Ой, ну очень множество поступает всего. Все оно, то есть даже если взять 70 лет назад, это уже как бы редкость, и каждый объект редкий. Из более редкого, вот был случай, женщина у себя в доме обнаружила пистолет Браунинг калибра 7,6, с дарственной надписью. То есть она не подозревала, что у нее много лет хранилось там на чердаке или где она обнаружила, такой редкий пистолет. Потому что оружие у нас, как бы мы все выходцы из Советского Союза, и найти пистолет не советского производства, это очень редко. А дарственная надпись кому, не помните? Я не скажу. Ну, какому-то заслуженному человеку в правоохранительных структурах того времени. Именно этим-то и ценно это оружие, там есть вот эта надпись. Конечно, это да, там есть дарственная табличка, это именное оружие, которое было преподнесено сотруднику правоохранительных органов того времени в дар. И как оно, в исправном состоянии? В исправном состоянии, мы его отстреляли, все великолепно стреляет, работает, несмотря на то, что он в 1934 года выпуск. Это замечательно. Я думаю, что этот экспант пополнил музей криминалистики. Да, да, все эти объекты, которые более интересные, они уходят в музей криминалистики, опять же, нашего города. Еще такой большой пласт объектов, которые поступают к нам на исследование, это так как мы Полесский куст, у нас охота, охотники, много диких животных. И, конечно же, люди идут на охоту, есть добропорядочные люди, есть, конечно же, браконьеры, которые убивают диких животных. На месте происшествия оставляют гильзы, в животных остаются пули, если они не достают их, и кидают там разделанные туши. Все это осматривает, приезжают сотрудники милиции, Следственного комитета и нашего управления на местах, которые работают. Потом это приходит к нам, изымаются ружья у подозреваемых, и мы проводим идентификацию и говорим, что, как правило, на охоте 5 человек, 6 человек, это 5-6 ружей. И мы устанавливаем, с какого оружия были стреляны эти гильзы, обнаруженные в месте происшествия, пуля, которая извлечена из тела. Алексей Петрович, а можно вашу работу назвать опасной? Ну да, вы же производите выстрелы. Да, есть такие моменты, что у нас при отстреле, у нас есть техника безопасности, при отстреле мы не просто идем и стреляем в тире, у нас есть специальная баллистическая лаборатория, где стоят пули-улавливатели, станки, древнее оружие, мы стреляем со станков, при этом мы одеваем бронежилет, одеваем скафандр, одеваем маски и стреляем, как бы страшно. Страшно, есть большие калибры, которые стрелять с автомата в трубу, которая там полтора метра, в малом помещении, это страшно, каждый раз страшно, волнительно, но интересно и занимательно, можно так сказать, что мне очень нравится. И громко. И громко. И громко, очень громко, да, поэтому наушники обязательно. Очень серьезно, у вас у обоих работа, скажите, чем вы любите заниматься, как любите отдыхать? И нет, сначала расскажите, без чего вот ваша профессия, каждый из вас не состоялся бы, что очень важно у каждого из вас в профессии, в работе? Без каких качеств, без, может быть, средств? Качеств, может быть, даже, не знаю, предметов. Вы имеете в виду черт характера? Качественная работа и качество именно человека, работника. Я думаю, здесь прежде всего нужна любовь к своей профессии, а здесь нужна честность, здесь нужна объективность, независимость. То есть это все принципы, на которых основана работа любого судебного эксперта, комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Без этого никак. Это хорошо, если такие вот принципы, которые только что назвали, вообще-то каждый возьмет себя на вооружение. Да, принципы любой профессии можно интереснее. Было бы замечательно, да. Конечно, конечно, любовь. Любовь прежде всего к своей профессии. Интерес, вы знаете, причем не просто интерес, а интерес неиссякаемый. Потому что каждый конкретный случай, он уже сам собой интересен. У них свои обстоятельства дела. Свои жизни, свои судьбы за ними стоят, судьбы людей фактически. И практически это все у тебя в руках. За тобой жизнь и судьба человека. Поэтому наша работа максимально ответственна. Очень. Алексей Петрович, что можете добавить? Я полностью согласен. Добавить мне даже нечего. Потому что были озвучены все главные принципы, которые должны быть присущи любому эксперту. И я полностью согласен. Я знаю, что криминалисты это люди, которые любят коллекционировать. Я вот лично знаю примеры, что или значки, или какие-то монеты, или еще что-то. Вы что-нибудь собираете? Нет, у меня очень большая коллекция у отца. Она как бы приходит по наследству. Очень большая коллекция монет. Поэтому мы продолжаем поддерживать эту традицию семейную и коллекционируем монеты. Даже мой маленький сын, которому 9 лет, он уже тоже, у него большая коллекция монет. Он потихоньку собирает, ему отовсюду дарят, привозят. Поэтому мы собираем монеты. Молодцы, это не только работа, но даже увлечение. Это здорово. Он уж такой багаж накапливается за эти годы. Наталья Мирщина, а вы чем занимаетесь в свободное от работы время? Вы знаете, наверное, выращиваем растения. Как ни странно. Да, конечно, да. Наверное, резкая смена обстановки, я думаю, нужна. В нашей профессии. Вам придает какие-то, допустим, совершенно другие впечатления и другие эмоции. Да, конечно, это очень интересно. Я думаю, вы со мной согласитесь. На самом деле, это не так просто. Хотя относятся к одному из видов активного отдыха. Значит, наверное, я такой по жизни активный человек. А дома вы на подоконниках выращиваете на подоконниках? Нет, а вот нет. В открытом грунте? Только в открытом грунте, да. Растения любят свободу, но, во всяком случае, мне так кажется. Что в своей жизни вырастить? Не знаю, может быть, самый большой там овощ или самый высокий цветок? Наверное, все-таки овощи. Сельскохозяйственный рекорд какой-то. Все-таки овощи. Я могу показать только размеры руками, потому что взвешивать как-то не додумались. Мы взвесить, но перец был, ну, наверное, вот такой. Ого, для перца это очень здорово. Я даже не видел никогда, вот таких кабачки еще понимают. К баталии Мирчин, Алексей Петрович, огромное вам спасибо, что вы пришли к нам. Мы, наверное, от лица всех телезрителей хотим поблагодарить вас за то, что у вас есть те качества, о которых вы сказали, и в первую очередь любовь к работе. Мы желаем вам успехов и всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ну, а телезрители, мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были Наталья Селюкова, судебно-медицинский эксперт, и Алексей Игнатенко, эксперт по баллистике. Вы знаете, уважаемые гости, телезрители, что в свое время, еще со времен египетских фараонов и до 19 века включительно, очень ценились пиявки. Но об этом надолго забыли, когда пришло время эра антибиотиков, но относительно недавно об этом снова вспомнили. Сегодня наша гость Елена Сергеевна Цитринова, врач-герудотерапевт, как раз-таки напомнит нам о пользе, которую приносят пиявки. Елена Сергеевна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста. А также в гостях нашей программы это врач-неонатолог Анастасия Топальская. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Сергеевна, расскажите о той пользе, которую приносят пиявки. Герудотерапия – это метод лечения заболеваний с помощью пиявок, а также это применение пиявок в косметологии. И вот как начинается лечение? К нам приходит обследованный пациент с диагнозом, и он должен иметь направление врача, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту. И начинаем процесс лечения. Приставляем, производится приставка вот этой пиявочки. Пиявки, они ставятся на разные участки тела. Ставятся на голову, на конечности, на позвоночник, в области живота. Также при высоком давлении мы можем поставить пиявку на носовую раковину, внутрь, в нос. Ой-ой-ой, это страх какой-то. Нет, но это быстрый эффект достигается. А какой эффект достигается? Снижение артериального давления. Именно в носовую полость? Да, в носу. Это жутко, шевеление, представьте, в носу. На носовую перегородку. Носовую перегородку. Слушайте, а кто это может вообще вытерпеть? Это же кажется, ну... Еще пиявки могут ставиться на челюсть при лечении заболеваний, десен ставятся. Хорошо, но раньше этот метод лечения был очень распространен, да? Сегодня буквально единицы врачей вашей профессии. Тем не менее, пользуется ли популярностью услуга герудотерапии? Конечно, пользуется, потому что это лечение для ленивых пациентов, которые не хотят делать зарядку. А, которые хотят прийти и получить сразу лечебный эффект. И при этом послушать хорошую музыку, наверное. Да, да. Это действие отработает, это быстро. Правда, приносит некоторое неудобство. Некоторые испытывают страх перед пиявочкой. Там-то и дело, что, мне кажется, большинство просто в этот момент пока присосется, наверное, жутко людям, да? Да нет, мы начинаем объяснять, что это такое. Что пиявка имеет, вот, видите, два конца. Двигается она всегда передним концом. Там же находится рот у пиявки. Он имеет вид такого вот, как значок «Мерседес». Находится в полости более 700 зубов. Там же находится секрет свиные железы. И вот когда пиявка кусает, она делает ранку полтора миллиметра глубиной. Хорошая ранка. Зубчики покрыты из хитина, да, которые состоят, вот, зубы. И вводит секрет слюных желез. И вот этот секрет, он обладает лечебным действием. Потому что он содержит много полезных веществ, которые, ну, о которых дальше расскажу. Я всегда считал, что лечебный эффект заключается в том, что у человека отсасывается какое-то количество крови. Ну, и как бы организм включает свои резервы, и кровь вырабатывается, и получается эффект оздоровления. Но я узнал, что оказывается не только в этом. Вот еще вот вы говорите, секрет этих желез, желез так. Вот. А что еще? Ведь это игольчатый, наверное, воздействие тоже какой-то механизм, вот, на какие-то центры, точки кожи человека. Ну, посасывает она крови от 5 до 15 миллилитров, то есть небольшое количество. Но при этом, я знаю, она гормоны радости и удовольствия. Правда, организм, человеку? Да, да, да. Вот основной такой секрет. Кто бы мог себе предположить, что кольчатый червь может гормон радости уплеснуть человеку? Да, вот так. Чудо природы просто. Лечим депрессией, лечим, по чакрам ставятся пиявки, и очень хороший эффект. Какие показания, какие болезни вот можно? Болезни много в разных областях. Это, ну, в первую очередь, это отечные синдромы. Вот острая, допустим, вы ударились, излилась кровь, гематома. Вот это, с этим можно приходить. Различные острые хронические тромбофлебиты показанием являются. Ну, и если взять вот по системам, то в психиатрии, это так называемая малая психиатрия, это различного рода депрессии. Ну да, радость и удовольствие гормона. Раскройство сна, да, вот то, о чем вы говорили. В неврологии это болезни радикулопатии, головные боли. Микрень тоже способна влечить. В костномышечной системе это болезни вот позвоночника, суставов, болезни вен. Очень широко в глазной практике, люди мало знают, но в области глаз ставится пиявочка, глазные болезни многие лечатся. Сердечно-сосудистая система, артериальная гипертензия лечится, ишемическая болезнь сердца. То есть происходит именно лечение, либо все-таки больше профилактическое воздействие оказывает? Нет, лечебный эффект. Наряду с лечением пиявкой пациент не должен отменять проводимой терапии. Вот для чего он должен приносить выписку? Чтобы мы посмотрели, какие препараты он принимает. Потому что сейчас с развитием кардиохирургии есть такие препараты, которые нельзя сочетать с лечением пиявками. А есть какие-то противопоказания? Конечно, противопоказания всегда есть. Эффект от лечения зависит от того, как точно врач подобрал пациенту лечения. Как точно он определил все противопоказания. Противопоказания, конечно, активные формы туберкулеза, СПИД, ВИЧ являются противопоказаниями. Гемоклабин низкий, ниже 60 грамм на литр, низкое давление. Хотя можно и гипотонию лечить. Но когда человек склонен к обморокам, синкопальным пароксизмам, то воздействует пиявкой. Там даже от одного вида он может потерять сузами. Елена Сергеевна, я так понимаю, на вопрос, который мы сегодня всем гостям задаем, без чего ваша работа никак бы? Это, наверное, как раз то, что мы видим, что это пиявки. Конечно, без любви к пациенту, без любви к нашему миру. Потому что это часть животного мира, который помогает нам быть здоровым. И пациенты испытывают радость от того, когда уходят их плохие симптомы, и возвращается радость жизни. И поэтому уже страх тогда уходит. Ну так скажите, пиявки больно кусаются? Или они вообще не чувствуют? Ну чувствуется, как маленькая такая заноза, покалывание. Комарик укусил, да? Нет, комарик больнее кусает. А ну тогда не страшно, терпи. Можем провести эксперимент. Нет, нет, давайте сегодня без экспериментов. Елена Сергеевна, спасибо вам большое. Хочется уже подключить к разговору и вас, Анастасия Владимировна. Вы у нас человек, который делает очень большое дело. Маленьких дюймовочек и таких же маленьких мальчиков вы выхаживаете. Это недоношенные детки, рожденные раньше времени. В какой вашей практике вы выходили самого маленького человечка? По нашему роддому детки маленькие часто выживают. Но самый маленький, который я помню, это был 825 грамм. Это ребенок, который потом достаточно хорошо адаптировался и с ним пока все в порядке. Эти детки, когда вырастают, они от сверстников не уступают по физическому, психическому развитию? Ну, детки растут быстро достаточно. Недоношенные детки, они догоняют своих сверстников. И достаточно быстро, в 2-м годам практически не отличаются уже от обычных детей. Ну, в чем заключается уход за такими детьми? Ну, это вот специальные... Какими пользуетесь средствами, да? То есть, это же так, мне кажется, ну, вот такая... И даже назначить тоже лекарства лечения. Я не знаю, какими дозами... Насколько должна быть ответственный подход к этим, ну, малышам? Ну, во-первых, мы все врачи-нанотологи присутствуем на всех родах. То есть, мы видим, как рождаются все наши детки. После того, как ребенок родился, мы смотрим, насколько ему адаптивно, хорошо в этом мире. Если адаптация нормальная, мы его сразу же отдаем маме. Нам приятнее, когда ребенок лежит у мамы на животе, сосет грудь. Это его среда, полностью его среда. Если ребенку нужно, мы занимаемся им в плане помощи. Мы должны ему помочь очистить дыхательные пути, то есть, помочь сделать первый вдох правильно. После этого уже, если ребенок нуждается ему в реанимационной терапии, он переводится в соответствующее отделение реанимации. Там эти детки реально выхаживаются в кювезах, им нужна инфузионная терапия, то есть то, что помогает им выжить. Через какое-то время они в более стабильном состоянии переводятся в отделение выхаживания недоношенных. Это второй этап выхаживания наших недоношенных деток. Там детки могут быть достаточно долго, иногда до трех месяцев. Все зависит от того, насколько эти недоношенные детки незрелые. Если бывает так, что детки сами по себе, возраст их можно определить от рождения, а можно от зачатия. Доношенный ребенок, когда 40 недель, помню, 40 недель. Недоношенный ребенок, когда он приходит к этому постнатальному возрасту, 40 недель, это и есть то время, когда ему следует родиться. И вот примерно в этом сроке мы уже можем его отпустить домой под наблюдение уже участковой нашей службы. Какой период, вот скажем, может быть, или пример вы приведете, вот деток, когда матерям дольше всех пришлось ждать, вот именно этого момента, когда вы уже отпустили малыша, сколько провели? Ну, около трех месяцев. Да, около трех месяцев. Это очень большой труд, это очень большая нагрузка на маму, потому что это очень психоэмоционально тяжело, видеть как твоему ребенку тяжело. А как приходится врачу, наверное, нелегко, чтобы малыша этого выходить и опять же следить за состоянием, и ведь аккуратно с ним обращаться, ну, это то, что мне просто первое приходит в голову. Очень осторожно, ведь там все же еще не сформирована ни костная ткань. Вы абсолютно правы. Очень тактично, очень ласково, очень внимательно. Этими качествами должен обладать весь персонал роддома, потому что все маленькие, все хрупкие, все требуют очень бережного обращения. Вы сегодня принесли с собой вот медицинский прибор. Это панендоскоп, да. Это наши панендоскопы с маленькой насадочкой. То есть это то, чем мы пользуемся каждый день, без чего мы практически не можем себе позволить выходить в родзал. Это наше орудие труда. Ну и кроме того, конечно, наши мамы любимые. Наши мамы, которые дают нашим деткам то, что им больше всего нужно. Это и грудное молоко, в первую очередь, которое лечит. Как бы там ни было, грудное молоко лечит. Поэтому мы все за грудное вскармливание. Настасия Владимировна, готовясь ко встрече с вами, я прочла мнение одного унионатолога, который говорит, что вот в вашем отделении то, чем вы занимаетесь, люди или по долгу работают, либо уходят сразу, поняв, что попали не туда. Вы согласны с врачом? Думаю, да. Потому что наши дети – это вообще уникальные существа. Потому что ребенок, когда он рождается, он переходит из водной среды в воздушную. То есть он полностью перестраивается. Это чудо. И больше таких чудес, в общем-то, в нашем мире я даже и не знаю. А детки, рожденные, ну они все равно попадают под ваше внимание, рожденные в срок, доношенные. Неонатальный период, он же у всех есть, правильно? Ну конечно, неонатальный период, это сам период неонатальный, называется новорожденный. Неонатальный. А почему именно 28 дней? Почему именно 28 дней? Это 4 недели. Это 4 недели исторически сложилось, уже, по-моему, даже никто и не помнит, почему именно так. Но именно 28 дней – это неонатальный период, новорожденный. Есть еще ранний неонатальный период, это 7 дней. Первая неделя – это то, что ребенок проводит с мамой в роддоме. В этот период наиболее ребенок уязвим ко всем факторам внешней среды и требует внимания к себе. Елена Сергеевна, Анастасия Владимировна, в очередной раз, неустанно, как всем нашим гостям, хочется выразить вам благодарность за ваш труд, пожелать вам успехов, крепкого здоровья. И мы забыли спросить самый главный вопрос напоследок. Какой? Без чего нельзя обойтись в вашей профессии? Да. Без любви, я думаю, как и все говорили, без любви к людям, правда? Без любви к людям, без терпения, без внимания, без наших пациентов, без наших мам, наших пациентов. Это реально наша помощь, это наша опора. Ну что ж, мы желаем вам бесконечной любви к своей профессии. Пусть к вам приходят самые хорошие, самые добрые, самые отзывчивые пациенты. И вы всегда чувствуете благодарность за свой труд. Спасибо. До свидания. И хоть название профессии, которую сейчас будут петь наши следующие гости, вы не найдете ни в одном номенкатурном справочнике, тем не менее, эта профессия очень важна, и мало кто сомнится, что она самая необходимая в нашей жизни. Уважаемые телезрители, для вас звучит песня в исполнении участников народного вокально-инструментального ансамбля «Блокпост» Гомельского областного управления охраны. Песня «Мама». Далекого детства теплые воспоминания, никто нам не в силах вернуть, время ушло. Но смотрим на годы, ушедшие с непониманием, лишь только почувствовал нежных рук мамы тепло. Мама, ты всегда со мною рядом, милая мама. И теплеет сердце вдруг под ласковым взглядом. Я тебе пою, я тебя люблю, и не надо нам грустить, когда мы не вместе, милая мама. Создлее по жизни идем, без тени сомнений я, Мама, ты всегда со мною рядом, милая мама. И теплеет сердце вдруг под ласковым взглядом. Я тебе пою, я тебя люблю, и не надо нам грустить, когда мы не вместе, милая мама. Я тебе пою, я тебя люблю, и не надо нам грустить, когда мы не вместе, милая мама.